МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире ночные новости ТВК. В студии Виктория Лопатайте. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Конкурсная комиссия определила главных кандидатов на пост главы города. Кто он, будущий мэр Красноярска? Как отбирали кандидатов и насколько объективной была оценка? Поговорим с гостем в студии, обсудим вместе с вами. В федеральной СМИ, не проверив информацию, заявили о смерти Дмитрия Хворостовского. А потом извинились, что это было. Город замер в ожидании решения по выборам мэра. Вот так в одной фразе красноярцы описали два самых главных события этого дня. Десятибальные пробки и заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города. К слову, в обсуждении пробок тоже не обошлось без упоминания мэра. Алена Крашенинникова подробнее о том, как комментировали дорожный коллапс красноярцы. Это фиаско Акбулатов. Подгузники нужно носить с собой для таких пробок. Вот так красноярцы переписывались сегодня, простаивая часы в заторах. 10 баллов показывал сервис Яндекс.Пробки. Парализованы были практически все улицы. Традиционно это центр Ленина, Вейнбаума, Перенсона, Кирова, Декабристов, Красной Армии. Сложно было также на Копылова, 9 мая, Киренского, партизана, Железняка и авиаторов. Кто знает, что случилось в городе, спрашивали друг другу автомобилисты. Ну вот по данным ГИБДД никаких серьезных аварий в городе сфиксировано не было. Я напомню, что единственное происшествие, которое случилось в городе, это на улице Шахтеров, отключились все светофоры. Ну вот в минувший понедельник красноярцы точно так же стояли в подобных дорожных заторах, которые вот сейчас на улице Копылова. И тогда сервис Яндекс показывал 8 баллов. Красноярцы, кажется, уже начали мириться со сложностями на дорогах, потому что комментируют они ситуацию так. Вот интересно, 10 баллов это максимум из всех возможных или нет? Вот такие ироничные комментарии. И возвращаемся к главной теме. Это выборы кандидатов на пост главы города. Ближе к вечеру стали известны именно те, кто поборется за кресло мэра. Конкурсная комиссия заседала 10 часов и вот таких лидеров определила. На первом месте Сергей Еремин и он министр транспорта. Он набрал 1799 баллов. Следом идет глава советского района Владислав Логинов. 1739 баллов. Предполагаемый лидер предвыборной гонки Дхамак Булатов оказался только на третьем месте. Он набрал 1729 баллов. Ну и замыкает список кандидатов. Владимир Егоров, владелец строительной компании и действующий депутат. 1688 баллов. Отмечу, Сергей Еремин обошел своего ближайшего конкурента Логинова всего на 60 баллов. Нам удалось связаться с ним по телефону сразу после оглашения результатов. И вот как он прокомментировал свою победу в первом этапе конкурса. Ему никто прямую говорить не будет. Но все сигналы ему посланы. Ну куда еще-то? На кого надеяться? На Москву? На Москву тут не надо надеяться, что кто-то будет ломать депутата, что ли? В его пользу. Я до последнего так не предполагал. Ну себя со стороны же достаточно тяжело оценить. Хотя были выступающие передо мной. Я практически всех смотрел. Это достаточно полезным. Но себя оценивать я не берусь. Отмечу, что до отъезда Толоконского Акбулатов считался лидером гонки. Не было ни малейшего основания полагать, что он не займет кресло мэра во второй раз. Но сегодня, оказалось, Акбулатов занял лишь третью строчку. Чуть позже с гостем обсудим, как проходил отбор кандидатов. И пока мы спрашиваем вас, как вы относитесь к такой процедуре выборов мэра. Как думаете, существуют ли объективные оценки программ кандидатов? И насколько на основании одной лишь программы можно судить о толковости будущего главы города? Пишите свои комментарии на смс-сервис 90-20. Комментируйте в нашей группе ВКонтакте. Оставляйте сообщения в Вайбер и Ватсап. Номер 8-923-165-45-00. Ну и прямо сейчас к вашим сообщениям. Вот что пишут наши телезрители. Возмутительно, как можно к этому относиться иначе. Собралась шайка-лейка, выбрала удобную лейку и дальше будут также работать. Лучше бы просто назначили без всей этой клоунады. Это цирк, да и только. Это новое реальти-шоу, спрашивают люди. Одна болтология, маски-шоу. Одним словом, идиотизм полнейший, пишут люди. Как дети шифруются, но смешно, ведь все взрослые люди. Итог и так понятен. Пишут зрители. Также пацаны ЕГЭ сдают вот такой ироничный комментарий. Детский садик на выпускном. Это какое-то секретное мероприятие. Пишут телезрители, почему не организовать онлайн-трансляцию. Насколько я знаю, онлайн-трансляция как раз велась в этом заседании комиссии. Нужно немедленно вернуть всенародные выборы главы города Красноярска. Тогда все встанет на свои места, пишут наши телезрители. Лучше для города, чтобы остался Акбулатов. Он уже знает лучшие проблемы города. А новый мэр, пока войдет в курс дела, по срокам уже нужно будет переизбирать ему другого кандидата. Это сборище, делящее власть нас, простых жителей, за идиотов считают, что ли, спрашивают наши телезрители. Чуть позже мы пообщаемся об этом уже с гостем, так что не переключайтесь. И прямо сейчас возвращаемся к теме выборов кандидатов на пост главы города. Сегодня конкурсная комиссия из 10 человек. 5 от губернатора и 5 от городского совета. Выбрали кандидатов. В 10 часов выбирали они финалистов, из которых выберут уже в дальнейшем мэра. К слову, кандидаты основные уже известны. Это Еремин, Логинов, Акбулатов и Егоров. Елизавета Курочкина сегодня следила за тем, как все они представляли свои программы. Вот чем запомнились выступления. Она рассказала в вечернем выпуске новостей. Давайте посмотрим. По сути, запоминаться они начали, еще даже не успев начаться, с самого момента жеребьевки. Словно по иронии судьбы, первый порядковый номер вытянул Эдхам Акбулатов. Действующий глава Красноярска, хоть и тянул жеребий он последним. Там Шукриевич номер один. С его выступления я, пожалуй, и начну. Пришел Эдхам Акбулатов со свитой пресс-службы в своем бессменном красном галстуке. Представил программу, на все вопросы комиссии ответил, экзамен точно сдал. Выступал так же, как и на любом другом заседании, как он уже привык выступать за пять лет. Что все у нас обязательно будет хорошо. Красноярск должен быть комфортным городом, высокообразованным городом, безопасным городом, зеленым городом, энергоэффективным, информационным городом. Остальных кандидатов не слушал, ушел сразу после вопросов. Вторым шел миллиардер Егоров. Тот самый Егоров, который купил себе программу. Ну, как студенты диплом заказывают. За сколько купил, не сказал. Говорит, недорого. Но ответы на вопросы комиссии не купишь, отвечал сам. Обильно снабжал ответы метафорами. Дальше за трибуну встала Юлия Ганусова. Такой прототип студентки-отличницы. Первой вышла с презентации, еще и печатный, красочный вариант слайдов раздала всем членам комиссии. Ну, все-таки она руководит типографией, все вполне логично. Одна из глав ее программы – транспортная реформа, работа с тарифами. Но на вопрос Аркадия Волкова, сколько стоит проезд в троллейбусе, ответить все же не смогла. Следующий – Александр Южанников. Если честно, мне не особенно запомнился его доклад. Помню только, что он не отрывался от текста и, как говорят при защите диплома, не работал с аудиторией. Замыкал пятерку Юрий Тяжельников. Вот его выступление запомнилось больше всего. Но не программой, а ее подачей. Уверенно, слабо сказано, воинственно. Вот то слово, которым можно ее описать. Что не фраза, то лозунг по типу «Красноярск станет столицей России». А также пафосный рассказ об истории города, трагические паузы и глобальные цели. Вот сейчас вот здесь эстакада должна, мы в окно ее должны видеть. Понимаете, и там все должно это пролетать со скоростью 80 км в час. А что мы видим? Перекладывание брусчатки с одного места на другое. Или покраску масляной краской – это не метод. И подходы, именно подходы, суть. А с деталями всегда можно разобраться. И вы именно тот человек, который сможет это изменить? Да. Сделаете эстакаду? Да. А метро? Да. Шестой Андрей Худоногов говорил про формирование туристического бренда «Края» и почему-то через предложение вставлял фразу «А вот в Новосибирске?» Ну, наверное, потому что за основу программы взял программу мэра Новосибирска. Счастливая цифра 7 досталась Татьяне Панкратс. Ее программу похвалил Анатолий Цекалов, председатель комиссии. А вот у меня возникло впечатление, что баллотируется она, но не по своему искреннему желанию. Потом мы с коллегами спросили ее об этом. Она сказала, что решение командное, но членов команды назвать не стала. Восьмой шел Владимир Владимиров. Он, кстати, не вел прямую трансляцию своего выступления в Фейсбук, на удивление. Зато решительно заявил, нужно упразднять управление молодежной политики. Девятый кандидат Владислав Логинов, глава советского района. Сегодня он, кстати, признался, что готовить программу начал очень давно. Составлял ее по жалобам людей. Точная застройка, доступная среда и так далее. И на десерт Сергей Еремин, транспортный гуру в крае. Его кандидатура стала, пожалуй, самой неожиданной. Красноярск, он хочет городом, сделать городом с, цитата, современной эмоциональной энергетикой и исключить кабинетное управление. Вот и все. Девять часов на десять кандидатов. Теперь ждем заключительного тура такой гонки. Итоги голосования сейчас обсудим вместе с гостем в студии Виталий Дроздов, депутат городского совета. Доброй ночи. Здравствуйте. Вместе смотрели студию Елизаветы Курочкиной. Как вам такое видение? Необычная, непривычная процедура, но, как ни странно, позволяющая внимательно рассмотреть каждого кандидата, в отличие от превышенных прямых выборов. Такой концентрат кандидатов в одном месте. Лиза, у нас сейчас на прямой связи по телефону. Лиза, слышали ли ты нас? Да, Вика, добрый вечер. Лиза, ты почти десять часов просидела, слушала все доклады и, наверное, сформировала свое личное мнение. Вот, по-твоему, были ли достойные программы по делу? Вика, ну знаешь, на самом деле, действительно, десять часов сидели, слушали десять человек. Все говорили в целом-то об одном и том же. Все говорили такие громкие слова, что нужно увеличивать количество взлетных назнаждений, нужно, значит, готовиться к универсиаде. В общем, знаешь, такие какие-то планы очень долгосрочные, а каких-то конкретных мер, которые нужно принимать уже сейчас, я лично не услышала ни одной. То есть все говорили о перспективе достаточно долгоиграющей, но о том, что происходит сейчас, о каких-то сейчас нынешних проблемах не сказал никто. У меня, например, проспект Мирович, раскопанный, раздолбанный, ну никто не сказал, что нужно сделать, чтобы сейчас вот вся эта ситуация нормализовалась и, по крайней мере, снег выполнен на эти катакомбы. То есть десять часов, вот, на мой взгляд, ни одной конкретной какой-то меры. Я не всех, конечно, но как житель могу сказать вам и так. Спасибо, Лиза. Как вам вот такая позиция, что на самом деле все программы, они были такие вот, мы должны стать столицей России, городом, где живут на одной реке. Вполне ожидаемо. Все-таки это программа деятельности на ближайшие пять лет, на тот срок, который люди предполагают, надеются городом управлять. И поэтому в долгосрочной программе, которая должна охватывать перспективу пяти лет, указывать какие-то меры точные, которые, собственно, требуют вмешательства оперативного для исправления ситуации, было бы странно. И так можно договориться и до того, что нужно урны на какой-нибудь улице Базайской или мусорку убрать и туда включать. Ну, это, думаю, было бы странно для стратегического документа. Да. Существуют ли вообще объективные оценки для оценивания, объективные критерии для оценки этих программ? Да, любая оценка субъективная. Мы сегодня с коллегами, находясь во время конкурса, смеялись, что кандидаты, находясь на скамеечке, чем-то напоминают фигуристов, которые готовятся к своему выступлению, а жюри потом выставляют баллы, как раз одно до десяти, если не ошибаюсь. И для меня всегда была загадка, как оценивают эти выступления. И там явно субъективный фактор. И здесь, конечно, тоже субъективный фактор, в том числе и личные взаимоотношения с кандидатами. Ведь в конкурсной комиссии были, в том числе и депутаты городского совета, у которых разные отношения с претендентами на должность главы. И это, безусловно, повлияло на те баллы, которые они выставляли. Мы сейчас еще раз обратимся к Лизе, которая у нас по телефону. Лиза, вот по сути, было еще до того, как сегодня объявили главных кандидатов на следующий этап конкурса, уже было понятно, что выйдет Егоров, Логинов, как только они заявили, что выйдет Акблатов, но возможно для того, чтобы, ну скажем так, поддержать имидж действующей власти. Вот по-твоему, насколько объективны были в оценках члены комиссии? Ну вот, знаешь, ты до этого читала сообщение наших зрителей, что это все похоже на клоназу, на маски-шоу, это жестко, эроично, но по сути, вот на мой взгляд, так это все и выглядело, что действительно про этих четырех человек мы слышали раньше, мы слышали неделю назад эти же самые фамилии. В итоге выглядит это все со стороны, как попытка оправдаться перед жителями, что жители, вы не выбираете, в этот раз будем выбирать мы, но мы выберем, мы не будем назначать конкретного человека. Мы все-таки проведем выборы, проведем экзамен, как в университете, выслушаем все тепло и поставим свои оценки. Ну, выглядело это так, вот эти 10 часов мы сидели, все слушали, услышали те самые фамилии, о которых слышали уже, ну вот как я сказала раньше. Спасибо, на связи была Елизавета Корочкина. Что вы думаете по этому поводу? По сути, действительно обсуждались эти кандидатуры, и они вышли в финал, и очевидно, ну сейчас, с учетом того, что губернатор у нас изменился, очевидно, что поменяется возможный глава города, но в принципе это все будет предсказуемый итог. По поводу предсказуемого итога и очевидности изменения позиций городского совета я бы не стал бы так зарекаться совсем уже, а по поводу кандидатур, которые обсуждались до того, и которые вышли в финал, на самом деле для меня не было никакого сюрприза, и для меня вполне прогнозируемым был результат сегодняшнего конкурса. Вышли в финал, в конце концов, те люди, которые имеют опыт работы в городе, либо в крае, и так или иначе понимают городские вопросы и проблемы, и к ним причастны. Но у Егорова была заказанная конкурсная вот эта его программа. Ну отлично, значит, эта конкурсная программа, видимо, и сыграла свою роль. Ведь сегодня конкурсная комиссия оценивала не только выступления кандидатов. У конкурсной комиссии была возможность ознакомиться с теми программами, которые представили кандидаты. У них была возможность просто ознакомиться с программами предполагаемой деятельности на посту города, главы города, и с предполагаемой схемой организации администрации города Красноярска. И, если я не ошибаюсь, вопрос одному из кандидатов был задан. А сколько стоит проезд на общественном транспорте? Человек в конкурсной комиссии задал его потому, что он увидел, что в программе очень большое было внимание уделено развитию общественного транспорта. И член конкурсной комиссии захотел поинтересоваться, насколько человек владеет этой темой. Так вот, оказалось, что человек в программе-то написал, что этому нужно уделять особое внимание, а в тему особо не погружен. И для меня не было сюрпризом это. И это не было сюрпризом, на мой взгляд, все-таки по объективным причинам. Там были кандидаты, которые пошли на конкурс, чтобы показать себя, потренироваться, может быть, перед какими-то следующими выборами. Были кандидаты, которые вполне способны управлять крупными предприятиями, но это все-таки коммерческая деятельность. Это не городские вопросы, там своя специфика. Ну, смотрите, если так легко делать ставки, кто будет следующим главой города, почему тогда просто не назначить его? Зачем вот это все нужно? Как говорит Лиза, зачем пытаться оправдаться в глазах горожан, делая вид, что у нас есть демократический выбор? Вы выбрали депутатов, мы сформировали комиссию, они нам сейчас выберут. А кто должен назначить? Тогда возникает вопрос, губернатор? Возможно. Или президент? Нет, может быть. Все-таки в таком случае у нас есть какой-то выбор, у нас есть возможность оценить претендентов. И депутаты городского совета, как бы наш городской совет не воспринимался в глазах общественности, являются представительным органом. И именно он должен голосовать за будущего главу. По вашему мнению, вы делаете ставки на кого? На кого-то из этих четверых. Вы лично на кого? Голосование будет тайное. Я, безусловно, буду при голосовании советоваться своими коллегами по депутатскому корпусу, по фракции. Сейчас я бы не стал делать скоропалительные прогнозы и поспешные. А зачем тогда советоваться? Для того, чтобы все-таки нам попытаться избрать главу города с первого раза. Потому что ведь нет гарантии, что на сессии городского совета кто-то из претендентов из этих четверых наберет необходимые 19 голосов. Если так случится, то городской совет вынужден будет заново запускать процедуру выборов. Спасибо. Будем ждать 24 октября. И, возможно, узнаем, кто будет следующим главой города. Был в студии у нас Виталий Дроздов. Мы продолжим после рекламы. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем. И что еще сегодня всколыхнуло красноярцев, так это информация о смерти Дмитрия Хворостовского. Сегодня ночью о скорой кончине красноярского певца сообщил целый ряд федеральных СМИ, в том числе государственные. Только оказалось, что информация-то ложная, а ее автору пришлось извиняться. Маргарита Дюбанова подробнее. Ушел Дмитрий Хворостовский. Страшно даже осознание того, что был человек и нет. Большая трагедия. Так Елена Мизулина, член Совета Федерации, отреагировала на новость о кончине оперного певца Дмитрия Хворостовского. А узнала об этом сенатор на сайте Комсомольской правды, где без указания источника информации появляется заметка о смерти артиста. Как отмечает издание, Хворостовский так и не смог справиться с тяжелым заболеванием – опухолью головного мозга. Непроверенную информацию тут же растиражировали федеральные СМИ. Ряд изданий ссылались на Комсомолку, а некоторые – на твит Мизулиной, как это сделали РИА Новости. Государственное информационное агентство выпустило новость с заголовком «Мизулина сообщила о смерти Хворостовского». И больше никаких ссылок на источники информации. Причем запись эта набрала 89 тысяч просмотров. Факт опровергли только через несколько часов близкие оперного певца. Это полная неправда. Он жив и находится дома. Он жив. Неверная информация. Господи боже, что происходит с журналистами? Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной. К черту людей, пишущих такие вещи. Также опровержение появилось еще и на официальной странице певца в Фейсбук. И после уже официальных заявлений все СМИ вновь написали про Дмитрия Хворостовского, что он в Лондоне и ждет визита родителей. Автор заметки в Комсомолке публично извинилась. Ох, мне, конечно, очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив. Мы в этой истории будем разбираться. Мы очень сожалеем, что это произошло и, безусловно, принесем извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье. Журналистам будет проведен самый серьезный разбор полетов. Все это произошло ночью. Надо разобраться, что это были за источники. И мы все сделаем из этого выводы. Красноярские эксперты убеждены, СМИ выдали новость в погоне за рейтингом. Ну, то, что «Комсомольская правда» – это сравнительно желтая газета, это общеизвестно. Тем удивительнее, что действительно они не проверили, потому что случай – это предельник. В наше время вот этой самой постправды и погони за хайпом быстрым, как можно быстрее, многое к этому, к такой трагической новости, как бы вроде предполагало. То, что государственные СМИ не являются СМИ в каком-то смысле, ну, в полноценном смысле, а вполне порой похоже на пустомель брохи этих блогеров, И зрителям, нам, читателям, аудитории, это дополнительный звоночек о том, что всегда надо во всем теперь сомневаться и всегда перепроверять. Напомню, в 2015 году Хворостовскому действительно диагностировали опухоль головного мозга. Из-за болезни он отменял свои выступления в Вене в сентябре 2016 года и в декабре того же года в Москве. Тогда же Хворостовский отказался от участия в оперных постановках. А в июне 2017 года он отменил запланированный на сезон выступления в Венской государственной опере. Отменил и выступления в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Однако, несмотря на плохое самочувствие, 2 июня 2017 года артист Дмитрий Хворостовский выступил перед красноярцами в сопровождении Академического симфонического оркестра на сцене Краевой филармонии. Маргарита Дюбанова, Сергей Малафеев, Новости ТВК. О других новостях расскажем в нашей рубрике «Новости коротко». Водителям не пропустивших пешеходов на зебре придется заплатить 2500 рублей. Такой штраф установила Госдума для нарушителей. Ранее он составлял 1500 рублей. Внесение правок связано с увеличением количества пострадавших пешеходов и велосипедистов на пешеходном переходе. Ну а новогоднюю главную елку красноярцы могут увидеть на острове Тат. Шеф-мэрия объявила конкурс на установку и оформление 46-метровой ели. Ее установят в восточной части острова. Украсить ель планируют 1500 шарами и светодиодной гирляндой на 5500 лампочек. Другие елки высотой в 22 метра поставят в сквере космонавтов. Также праздничные елки установят в Солнечном и сквере Пантюковском Свердловского района. Ну а пока до зимы далеко, красноярцам предлагают уже выбрать название ледовой аренды на партизана Железняка. Конкурс объявили на официальном сайте Зимней универсиады 2019. Как говорят организаторы, название спортивного объекта должно состоять не более чем из двух слов. И связано с ледовыми видами спорта, географическим расположением или формой спортивного объекта. Варианты уже поступают в дирекцию Зимней универсиады, к примеру, такую, как черепаха, потому что напоминает именно форму объекта. Но я напоминаю, заявки принимаются до 30 октября на сайте Зимней универсиады. Это были ночные новости ТВК. Увидимся.